И что самое интересное, такая вещь тоже попала в мысль, что человеку с доходом, в принципе, в развивающихся валютах, по большей части, я думаю, все присутствующие, они зарабатывают у нас там, кто в тенге, кто в российском рубле, кто в гривне. Да, для нас доступны инструменты, которые позволяют зарабатывать именно в твердой валюте. Один инструмент, соответственно, понятно, это у нас рынок фондовый, это наши международные счета, где мы можем инвестировать. И сейчас наши биржи, да, и брокеры тоже там не дураки, они позволяют сейчас инвестировать, в принципе, ну, раньше через СПБ биржу, и сейчас добавляют много инструментов немецкие компании и иностранные, то есть у них тоже можно инвестировать теперь с российской биржи, и, скорее всего, эта тенденция продолжится. Здесь, в принципе, тоже есть конкуренция между московской биржей и Санкт-Петербургской. Здесь очень здорово отрабатывать инструменты, которые покупаются в долгосрок на ИИС через биржу СПБ. Вот, ну и второй инструмент – это YouTube, да, то есть многие блогеры, они именно зарабатывают в валюте, там, по большей части рекламный доход, то есть YouTube выплачивает именно в долларах США. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА